В год столетия республики мы вспоминаем людей, посвятивших свою жизнь служению народам Карачаева-Черкесии. Ибрагим Хаджи Качиев, имам Кадий Духовного управления мусульман Северного Кавказа, был одним из них. О нем материал Шерифат Лепшоковой. Дружбинская мечеть вновь достраивается. Она станет еще просторнее и вместит больше прихожат. Но было время, когда верующим здесь не было места. В начале 90-х Ибрагим Хаджи Качиев, будучи сельским имамом, поставил свои задачи создать Дом Аллаха. И сделал это. Как выполнял все, что задумывал, для того, чтобы души людей стали чище. Умеющий сострадать, он как никто мог понять чужую беду, помочь словом и делом. Имея слабое здоровье, не щадил себя. Думал о людях, об их бедах и чаяниях. Ибрагим Хаджи Качиев окружил себя такими же отзывчивыми на чужую боль единомышленниками. Они стали его опорой. Благодаря усилиям имамы, прихожан Дружбинской мечети, около 50 нуждающихся семей в республике обрели свое жилье. Им построили новые дома. Десять семей, села Дружбы, а также жители еще шести населенных пунктов по-прежнему еженедельно, а то и чаще получают продукты питания. Авторитет Ибрагима Хаджи Качиева был непререкаем. К его слову прислушивались. Окружающих подкупала его искренность, желание понять и помочь каждому. В нем опору находили все, кто нуждался в добром слове, материальной помощи или решении спорной ситуации. Для него самое главное направить людей, понять того, что в этом мире жить. Жить надо достойно, по-человечески. Оглядываясь назад, помогая слабым, длительное время он болел, даже своей болезнью не ссылался, чтобы что-то не делать. Он забывал про свою болезнь, забывал про все, забывал еду. Вот когда чувствует, что кто-то где-то страдает, или где-то, например, взрослый, пожилой, он не мог себе место найти, пока это место не отрегулировал. У него душа была такая, широкая у него душа была. Будучи глубоко верующим человеком, Ибрагим Хаджи Качиев чтил кавказские традиции. Адыты на мысах были основой его жизни. Он рос в традиционной карачаевской богобоязненной семье. Его дедушка Чумур славился праведностью и мудростью. В тяжелые дни депортации многие находили у него утешение и совет. В такой атмосфере рос его внук, будущий имам. Стала легендой, как он, будучи дошкольником, в шестилетнем возрасте собрал соседних мальчишек и учил их делать намаз. Заместитель министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Ислам Кубиев много лет тесно общался с Ибрагимом Хаджи Качиевым. Впервые познакомился с ним еще в юности. Когда возникли первые серьезные вопросы о религии, ему посоветовали обратиться именно к имаму. И тот нашел для него добрые и нужные слова. По воспоминаниям Ислама Кубиева, Ибрагим Хаджи Качиев не терпел фальши, был искренним и отвечал за каждое свое слово. К нему на джума-намаз проходили более полутора тысяч человек, прихожан. И он к каждому относился, каждый чувствовал, что он только ко мне такое отношение испытывает и так относится ко мне, и такое внимание проявляет. Вот это мы чувствовали все. Любой, кто был знаком с Ибрагимом Хаджи, подтвердит, это было искренне. Вот, наверное, это то, что мы называем верой, состояние человека, отдать себя полностью Богу. Вот он был искренен. Его характеризует один случай, говорит Ислам Кубиев. Когда имам выезжал с определенной суммой денег, собранной на строительство мечети, не брал оттуда даже рубля, чтобы купить себе воду, хотя испытывал жажду. Все знали о честности Ибрагима Хаджи Качиева, его праведности и тянулись к нему. Имея слабое здоровье, выезжая к людям, бывало, что он терял сознание, из носа шла кровь, падал, приходил в себя и сразу включался в работу, потому что нуждающимся была нужна его помощь. Он себя не жалел. Был случай, когда он засомневался, что по обрядам ислама, по мусульманским обрядам обязательно покойникам проводят омовение. Он засомневался, говорит, нет, его просто положили в целлофановый пакет и нам его хоронить нельзя. Все боялись, болезнь была неисследована. Он раскрывал пакет и сам проводил омовение. И говорю, вот видите, я даже не сомневался, что это так. Поэтому, и знаете, вот Бог оберегал его, он не болел после этого. Но, как мне кажется, мы все, мы его не уберегли, хотя такие вещи нельзя говорить, мы его не жалели. Каждый со своими проблемами приходили к нему, говорили, вот, надо помочь тому, тому, тому. А он был один, понимаете, и он все взвалил на свои плечи, несмотря на то, что он был тяжело болен, у него была неизлечимая болезнь была у него. Но он об этом тоже не говорил. Организм не выдержал, когда заболел коронавирусом. Но и находясь в госпитале, тяжело больной имам поддерживал находящихся там людей и умер с молитвой о Боге. Всю свою жизнь Ибрагим Хаджи Качиев призывал к вере и добрососедству. С уважением относился к другим религиям, призывал людей быть толерантными. Кадия и имама уже нет. Но окружавшие его люди по-прежнему продолжают благородное дело Ибрагима Хаджи Качиева. В селе Дружба улица носит его имя. Оно будет напоминать благодарным жителям о его праведных делах. Шельфат Любшукова, Али Бустанов, Висты Карачаева, Черкесия.